АПЧ. Испания. Монголы против исламского мира. Война на уничтожение. Сесар сервера. АПЧ.С. Испания. 28 октября 2018 года. Летом 1216 года Чингисхан вернулся в свое урочище на реке Анон с несметными сокровищами, завоеванными в Китае. Предводитель кочевников одержал победу, вся Поднебесная за исключением южных областей была под властью монгольских всадников. Любой другой степной хан удовольствовался бы этим достижением и наслаждался бы добытыми богатствами до конца своих дней, но не таков был сын неба. После китайской кампании, монголы обратили взгляд на запад, на земли, где господствовали мусульмане. Их первым пунктом назначения стало края Китайское ханство, большое и густонаселенное государство, которое монгольский военачальник, несмотря на свое стратегическое чутье, собирался завоевать всего с 20 тысячами воинов. Он надеялся компенсировать малочисленность своего войска поддержкой тамошних магометан, которые по слухам желали свергнуть своего императора, из найманов, пришедшего к власти в результате переворота известного жестокостью по отношению к мусульманскому большинству. Монгольский полководец Джеби поступил очень хитро, объявив на все четыре стороны, что откроет все мечети на своем пути и что он воюет не против мирных жителей, а против найманского узурпатора. Как пишет Михаил Правдин в своей книге Чингисхана и его преемники, апогеи и распад Монгольской империи, завоевание превратилось таким образом во внутреннюю революцию, направленную против императора, которому не удалось даже собрать войско, чтобы дать решительное сражение. Ворота городов распахивались перед монголами, а через несколько месяцев голова найманского хана покатилась к ногам Джеби. Встреча Востока и Запада стремительное падение кора китайского ханства заставило дрожать всю переднюю Азию, где до сих пор о монгольском предводителе слышали разве что от торговцев мусульман. Теперь, когда монгольские границы расширились до Магометанских империй, господствовавших по всему Среднему Востоку, война была неизбежна. Самым могущественным правителем исламского мира был тогда Хорезм Шахала-1 Мухаммед-2, власть которого распространялась от Каспийского моря до Бухары, и от реки Урал до Иранского Нагорья. Прозванный вторым Александром и тенью Аллаха на земле, он как раз собирался свергнуть багдадского халифа, чья власть была больше символической, нежели реальной. Но тут ему доложили о приближении ненасытного Чингисхана с Востока. Впрочем, один из советников Сатрапа преуменьшил значение события, усладив похвалами уши Мухаммеда, величие войска Чингисхана, по сравнению с блеском султана, лишь свет лампы в сравнении с солнечным, что освещает землю. К тому же числом твоей войны больше, чем его. Выступив все-таки на Багдад, Мухаммед вернулся по своим собственным следам, узнав, что Кра-Китайский император лишился головы, а монголы стали его новыми соседями. Едва лишь он прибыл в Самарканд, ему донесли, что в одной из приграничных крепостей были пойманы монгольские лазучики. Хорезмша приказал казнить их, отобрав все имевшееся при них имущество. Когда Чингисхан потребовал объяснения через посланников, Мухаммед подписал смертный приговор своему государству, казнив главу монгольского посольства и спалив бороды остальным. Все монголы от 17 до 70 лет взялись за оружие, пока их предводитель горевал от нанесенной обиды. Чингисхану потребовалось много лет, чтобы объединить монгольские племена, и теперь он не собирался ждать новых оскорблений, чтобы начать следующий поход. Его люди разительно отличались от обитателей городов, их не утомляла война, и они не стремились осесть в спокойном местечке. Силы, которые кочевники до сих пор растрачивали в местных междоусобицах, Чингисхану удалось объединить для завоевания всего известного им мира. Именно по этой причине после каракитайского похода сразу началась война с Хорезмом. Монголы находились в постоянном состоянии войны. Осенью 1218 года Чингисхан собрал войско из 250 тысяч воинов, среди которых были кипчакские всадники, уйгурские пехотинцы, отряд китайской артиллерии и каракитайские полки. Пять лет военного опыта в Китае делали эту армию самой подготовленной в мире, хотя у монголов оставалась одна проблема – прокормить ее в этой пустынной местности. Обнаружение горного перевала к западу от каракитайского ханства дало возможность неожиданно атаковать с севера и, кроме того, нанести главный удар с востока в несколько этапов. Между тем, чтобы подойти незамеченными с севера нужно было совершить многокилометровый горный переход, по сравнению с которым бледнел переход Ганнибала через Альпы. Около 30 тысяч человек под командованием Джеби Джучи, одного из сыновей Чингисхана, углубились в проход между Памиром и Тяньшанем. Снег доходил им до плеч, от холода лопались ремни конской упряжи. Хотя смельчаки и сумели преодолеть этот путь, выжившие мало что могли сделать против огромного войска в 400 тысяч человек, выставленных Мухаммедом. Это сделало подвиг на первый взгляд бесполезным, но истинной целью отряда было отвлечь внимание от главного удара. Во главе другого, 50 тысячного, войска сам Чингисхан неожиданно быстро пересек песчаную пустыню Кызылкум, протяженностью 600 километров, и тем самым дал понять Мухаммеду, что границы, которую нужно защищать, больше не существует. С разных сторон силы монголов неожиданно заперли все входы и выходы харизма. Мухаммед в растерянности не нашел ничего лучше, чем засесть со своими людьми в двух основных крепостях страны, Самаркандии и Бухаре. Но в Бухару, культурную столицу, город ученых и поэтов, он пришел слишком поздно. Город не был готов к длительной осаде, не имел запасов продовольствия, поэтому, не надеясь на высокие стены крепости, ее защитники, в основном турки и персы, предпочли покинуть город без боя под покровом ночи. Старейшины Бухара открыли ворота, не оказав сопротивления. Монголы, однако, предпочли выбить ворота, а сундуки со списками Корана превратили в конские ясли. Пришли, подожгли, предали смерти и ушли. Кочевники исповедовали шаманизм и не делали различия между всеми остальными религиями. Поэтому при дворе Чингисхана были ламмы, буддисты, манихи и нестариани. В своем продвижении по Азии сын неба не делал попыток насадить какие-либо верования, но, осознавая силу религиозного фанатизма, сумел воспользоваться трениями между недовольными меньшинствами в каждом городе. А сквернением Бухара он хотел показать, что он выше Аллаха и сам олицетворяет собой гнев Божий. Обнаружив, что город защищало войско в 100 тысяч человек, монгольский хан вспомнил о сложностях при осаде Пекина. Это могло продлиться месяцы. Но, к счастью для него, Шах Мухаммед, находившийся в городе, неожиданно принял необдуманное решение покинуться Марканд. Чингисхан отправил 30 тысяч воинов в погоню за правителем по тысячекилометровым пространствам империи. Сын Неба знал, что не так важно завоевать города, как срубить голову тому, кто правил на этой вновь присоединенной и очень неоднородной территории. Он знал, что, в конечном итоге, самый быстрый способ добиться победы – разделить правителя и его народ. Пока монгольские полчища одну за одной брали вражеские крепости, преследователи гнались за Мухаммедом до самых пределов страны и даже пересекли земли афганцев, которым нельзя было доверять, пока не потеряли его из виду на побережье Каспийского моря. Кочевники видели, как Шах отплыл на корабле. Впоследствии он умер в нищете на одном из крошечных необитаемых островов. Самарканд пал после трех дней осады. Покорив половину империи, Чингисхан созвал исламских мудрецов и шейхов, чтобы те просветили его относительно исламского вероучения. Узнав о том, что ислам оправдывает насильственное обращение, он был возмущен. «Вы можете любить, сколько хотите, но я запрещаю вам убивать без моего приказа. В моем королевстве каждый может почитать собственного бога, он лишь обязан соблюдать установленные мной законы». Посчитав абсурдным деление животных на чистых и нечистых, монгольский хан раскритиковал и паломничество в Мекку. «Это глупость. Бог повсюду, а потому бессмысленно идти в какое-то место, чтобы поклониться ему». Михаил Правдин в упомянутом выше труде рассказывает, что немедленным результатом этой критики стало то, что шииты выгнали мол, навязанных им суннитами. Персы зажгли в своих храмах святой огонь. Евреи открыли синагоги, а христиане и нестыриане снова воздвигли кресты на куполы своих церквей. Терпимость по отношению к религиозным меньшинствам была достигнута путем завоевания жестокости. Война святая и война на уничтожение последним этапом завоевания государства шаха Мухаммеда стало покорением его родного харизма, области, утратившей статус центра империи, но еще долго остававшейся очагом сопротивления монгольским завоевателям. Джалалат Дин, самый энергичный сын сбежавшего харизмшаха, возглавил оппозиционные силы и прославился победой над захватчиками в нескольких незначительных сражениях. На борьбу с непокорными Чингисхан откомандировал троих сыновей, которые, несмотря на некоторые трудности, одно за одно брали вражеские крепости. В термезе монголы продемонстрировали всему китайской артиллерии и разнесли на осколки его крепостные стены, сложенные из огромных камней. Технологическое превосходство также было на стороне кочевников. Тем не менее, сопротивление харизма вдохновило несколько восстаний на землях, покоренных монголами. Эмиры, ханы и имамы, называвшие Чингисхана главным врагом ислама, уверовали в то, что Джалалат Дин способен изгнать кочевников и задумали поддержать его, начав святую войну против монголов. Монголы направили сто тысяч воинов на подавление восстаний и прекращение расправ, которые мусульмане учиняли над иноверцами и пособниками завоевателей. Войны хана, разумеется, не очень усердствовали в том, чтобы отличить друзей от врагов в усмиряемых городах. Из миллионного населения после монголов не оставалось в живых ни кошки, ни собаки. Только музыканты, мастеры и молодые женщины спасались от смерти взамен на рабство. Ответом монголов на святую войну стала война на уничтожение. Тем временем Джалалат Дин укрепился в горах Афганистана и даже разбил монгольский отряд в 30 тысяч человек. Однако прежде чем об этом поражении стало известно, что могло бы спровоцировать новую волну выступлений, Чингисхан направил в афганские горы своих самые отборные отряды. Согласно самой популярной версии событий, молодой сын Мухаммед был так занят празднованием победы, истязанием пленников и поединками с захваченными офицерами, что слишком поздно узнал о надвигавшейся опасности армии сына неба. На берегах реки и инт войска сошлись. Мусульманские хроники утверждают, что несмотря на сокрушительное поражение, Джалаладдин вел себя как герой. Во главе отряда личной охраны из 700 человек, он прорвался через вражеские ряды и с высоты 20 метров бросился в реку. Он не только не погиб в результате падения, но и сумел уйти от преследования монголов через Пешавар, Лахор и Мултан, укрылся в Дели, где женился на дочери индийского принца, и годы спустя организовал несколько набегов на тогда уже неприступную монгольскую империю. Битва на Индия 1221 год завершила разгром мусульманского мира и стала концом государства Хоризм. Входившие в его состав ханства тоже достались монголам. Они же теперь поглядывали на Индию, которая пригрела династию Мухаммеда и вскоре должна была почувствовать на себе гнев великого монгола. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин